Сергей Удальцов Сианс Кашпировского в исполнении Путина Мнение, власть 22 февраля 13-14 Сергей Удальцов, Сианс Кашпировского в исполнении Путина Без кадровых чисток и смены экономического курса Никаких прорывов у России не будет Сергей Удальцов Комментарии в просмотров 3373 Фото, Михаил Терещенко, ТАСС Некоторые политологи накануне президентского послания 2019 2019 делали прогнозы о том, что Путин коснется в нем темы конституционной реформы и обозначит контуры перестройки политической системы на ближайшие годы Однако это были весьма опрометчивые прогнозы В Кремле, похоже, напуганы отрицательной для себя динамикой изменения настроений в обществе После провальных для Единой России региональных выборов в сентябре 2018 года прошло уже почти 6 месяцев А рейтинги президента и правительства продолжают падать Народное недовольство носится в воздухе, хотя пока еще не материализуются многотысячные протесты В общем, обстановка тревожная, поэтому рассказывать народу о том, как Путин будет менять конституцию, чтобы и дальше оставаться у власти, пока не стали Игры с огнем сейчас опасны Напротив, президентское посылание в этот раз было выдержано в психотерапевтическом ключе, где Путин выступал в роли Кашпировского, Чумака и Деда Мороза одновременно Так и представляется картина, как неоднократно обманутые и униженные граждане России, затаив дыхание, слушают послание президента, поставив перед экранами телевизоров жбаны с водой и разложив парфюмерные средства для подзарядки Послание Путина явно было направлено на то, чтобы сгладить негативный эффект от пенсионной реформы, провала Единой России на выборах 2018 и разгула чиновничьего хамства Всем сестрам постарались раздать посерьгом И многодетным семьям, и учителям, и врачам, и предпринимателям Конечно, увеличение отдельных социальных выплат или введение ипотечных каникул само по себе дело неплохое Но когда вспоминаешь, что только в прошлом году всех россиян кинули примерно на миллион рублей каждого, повысив пенсионный возраст, то социальные инициативы, озвученные в послании, выглядят как действие гуманного грабителя, отобравшего у вас кошелек, но затем вернувшего мелочь на проезд до дома Много было сказано про борьбу с бедностью и социальными проблемами Однако при этом никаких системных реформ не предложено Даже намека не прозвучала о наведении порядка в работе госкорпораций, о введении прогрессивного налога, о национализации стратегических отраслей промышленности, о приведении в соответствие с реальностью прожиточного минимума А ведь именно таких шагов ждет большинство населения России Без этого говорить о левом повороте, который некоторые особо впечатлительные комментаторы увидели в послании Путина, просто не приходится Россия после 30 лет капиталистических экспериментов тяжело больна, а Путин предлагает лечить ее травками, корешками и заговорами, вместо того, чтобы прописать сильнодействующее лекарство А такими методами можно только отсрочить трагический конец, не более того И самое печальное осуществлять борьбу с бедностью и демографическим кризисом будут все те же либеральные деятели во главе с Медведевым Глядя на лица тех, кто слушал послания Путина, возникало стойкое впечатление эти люди ни с какими прорывами и рывками несовместимы Засучивать рукава своих дорогущих костюмов они и не собираются У них и так все хорошо Конечно, они хлопали Путину, но никакого энтузиазма в их сытых, разъевшихся лицах не наблюдалось Я бы поверил в желание Путина начать реальное изменение курса развития страны Если бы в гостиный двор в ходе послания вошли представители Следственного комитета и вывели бы хотя бы пару десятков гостей, так сказать, для беседы Но этого, естественно, не произошло Поэтому никаких системных перемен ожидать не приходится Ультралиберальное правительство продолжит плодить инициативы, направленные на то, чтобы еще больше ответственности переложить с государства на народ Около 30 триллионов рублей, которые необходимы для реализации путинских нацпроектов, будут успешно освоены армадой вороватых чиновников И в следующем году на очередном послании мы увидим еще более лоснящиеся лица И услышим новые сказки о том, что жить стало лучше и веселее А граждане России по-прежнему будут считать каждую копейку и выживать Так что из президентского послания нам следует сделать простые выводы Если мы не хотим мириться с ролью жертв, которую нам постоянно предлагает действующая власть То просто необходимо усиливать масштабную мирную протестную кампанию за смену курса, за социализм, за справедливость Объединять усилия всех левых и патриотических организаций Наводить мосты с представителями других оппозиционных течений в поиске точек соприкосновения Иначе нас так и будут обирать дальше, проводя раз в год успокоительные президентские послания Хотим ли мы такой участия? Новости внутренней политики Медведев пообещал немедленно начать реализацию предложений Путина власть Дворянское собрание